Звуковое психотронно-голографическое представление «Ящик Пандоры». «Ящик Пандоры» — фантастика становится реальностью. Теперь и в вашем городе. Звоните и заказывайте. Именно такую рекламу можно было бы услышать по радио или в супермаркете, если бы проект «Голубой луч» стал достоянием человечества. Но о нем всячески стараются умалчивать. Что это такое? Обо всем по порядку. В 1994 году независимый канадский журналист Серж Монаст опубликовал в Квебекском центре свободной прессы доклад, который он назвал НАСА-вский проект «Блюбим». Согласно документу, у истоков проекта Американское космическое агентство и правительство США. Основная цель — влияние на сознание людей через технологии и вызвать любое чувство от страха до благоговения. Серж Монаст заявил, что владеет неоспоримыми доказательствами благодаря признанию нескольких человек, которые участвовали в этой программе. Конечный результат проекта «Блюбим» — это организация гигантской планетарной мистификации, которая будет имитировать голографические проекции пришествия Иисуса, других божественных и полубожественных персонажей и использовать низкочастотные волны для контроля над разумом. В 1995 году Монаст опубликовал свою самую подробную работу «Торонтские протоколы 666» по образцу протоколов сионских мудрецов. В своем труде он утверждал, что масонская группа под названием «666» в течение 20 лет аккумулировала колоссальные ресурсы из всех сфер человеческой жизни, чтобы установить новый мировой порядок и контролировать умы людей. В 1995 и 1996 годах Монаст заявлял, что его преследуют полиции и власти за участие в распространении запрещенной информации. Журналист умер якобы от сердечного приступа в своем доме в декабре 1996 года в возрасте 51 года на следующий день после ареста и ночевки в тюрьме. Его последователи уверены, смерть Монаста была убийством. Первый этап проекта НАСА под названием «Блюбим» касается переоценки всех археологических знаний. Речь идет об организации искусственных землетрясений с помощью программы исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн или сокращенно ХАРП, которые находятся на Аляске. Эти сейсмические катаклизмы должны по сценарию пролить свет на новые артефакты. Их изучение приведет общество к переоценке всех фундаментальных религиозных доктрин. Второй этап проекта включает создание огромного 3D-шоу голографических фигур в виде явления Мессии. Он соединит в себе представления о Боге из всех конфессий мира и будет продвигать свою собственную религию нового мирового порядка. Явление будет настолько реальным, что каждый будет слышать, как Мессия обращается к нему на родном языке. Он объяснит всем, что многочисленные священные писания были неверно истолкованы, что старые религии сталкивали людей друг с другом, поэтому должны быть объединены и трансформированы в религию новой эры, которую Серж Монаст назвал «New Age Religion». До явления Мессии события на Земле доведут человечество до хаоса, войн и катастроф. Скорее всего, это будет достигнуто созданием масштабных реалистичных голограмм в виде нашествия инопланетян. Это обстоятельство станет предлогом для развязывания вооруженных конфликтов, и они будут все больше дестабилизировать обстановку. В надежде избавиться от этих мучений, большинство обывателей примут Мессию и его новую религию как спасение. Человечество согласится на все условия сценаристов этого глобального шоу на чипирование своих тел. А теперь немного подробнее. Гигантское космическое шоу с участием трехмерных оптических голограмм и ошеломляющими звуковыми эффектами будут адаптированы для каждого региона в соответствии с его мировоззренческими особенностями. Ни одна культура не будет исключена из программы. Объемные изображения будут проецироваться со спутников на слой атмосферы примерно в 96,5 километрах от поверхности Земли. Мощные компьютеры будут координировать синхронную работу лазерных проекторов. Мы время от времени видим тестовые работы в виде летающих тарелок, парящих пирамид и некоторых религиозных чудес вроде символов распятия Христа или руки Бога. Люди увидят исполнение пророчеств из Библии, Корана, других древних писаний. Проекции полубожественных и божественных персонажей для каждого региона свои сольются в единое целое после того, как будут раскрыты правильные объяснения тайн и откровений. Людям явится единый Бог. Так каким же образом мировая элита повернет фокус с божественным голосом? Для раскрытия секрета этой фишки необходимо изучить исследовательские программы спецслужб, проведенные за последние несколько десятилетий. Немалую роль в разработке технологий дистанционного воздействия на психику Серж Монаст отводит советским ученым. Именно они снабжали компьютеры мельчайшими физико-психологическими данными, основанными на изучении анатомии человеческого тела, на изучении электрических, химических и биологических свойств нервной системы. Эти компьютеры дополнялись точными данными о языковых особенностях всех человеческих культур и их значениях. Диалекты народов были также введены в память компьютеров. Современные методы исследования мозга человека установили, что он постоянно испускает электрические импульсы, называемые волнами мозговой активности или ИЛФ-волнами. Воздействием на эти так называемые волны мозговой активности не составит большого труда вызвать то или иное состояние у огромного числа людей на обширных территориях. Более того, уже рассекречено несколько случаев, когда государства, особенно США и СССР, в течение продолжительного времени массово облучали этими волнами своих граждан. В результате, пишет Серж Манас, сопротивление универсальной религии и новому мессии, также последующие за этим священные войны, приведут к гибели людей в масштабах, которые никогда не было за всю человеческую историю. А это заявление видного американского психолога Джеймса МакКоннелла, которое было опубликовано в выпуске Psychology Today 1970-х годов. «Настал день, когда мы можем сочетать сенсорную депривацию с наркотическим гипнозом и хитрыми манипуляциями вознаграждения и наказания, чтобы получить почти абсолютный контроль над поведением человека». В дополнение к исследованиям далекого прошлого вспомним, что с 1994 года информационные технологии шагнули далеко вперед. И мы не знаем, какие новые возможности для контроля человечества появились у тех самых, чье имя лучше не произносить. Глобальные управленцы прописывают сценарий не на год и не на 10. Они довольно долгосрочны, к тому же их всегда несколько. Если план А не сработает или просочится в СМИ, в ход идет план Б, С и так далее. Например, не мессия защищает человечество от инопланетного вторжения, а наоборот инопланетяне от беспощадного демона, антихриста, или, например, из-под земли выходят падшие ангелы и устраивают священную войну с инопланетянами, а потом приходит мессия и наводит порядок. Теперь пора оглянуться вокруг и посмотреть, что же сейчас происходит в наше время. Каждый день нас пичкают историями про НЛО, про то, что они вот-вот прилетят и то ли завоюют, то ли спасут. Нас пугают концом света, повсеместными катастрофами, извержением Елустонского супервулкана, масштабными наводнениями, землетрясениями и новым ледниковым периодом, ядерной войной, новым глобальным потопом. Обратите внимание на то, какие источники все это распространяют. Федеральные каналы, государственные и прогосударственные учреждения и компании, Голливуд, СМИ, все они зависят от власть придержащих и выполняют их заказ. Ни одного слова они не выронят поперек воли своих хозяев.